Сегодня новые русские по туризму завоевали весь мир. Русскую речь сейчас можно услышать на любом континенте, в любой стране, в любом магазине. Лёня, это платье мне не налазит ни на одну грудь. Это наши люди оккупировали Бруссель. В Париже в дорогом магазине одна женщина кричала другой, «Нинка, бери, что подороже, Ашотик пока тебя любит, за всё заплатит». А новый русский Ашотик, маленький, щупленький, но с большим достоином, стоит у зеркала, в огромной ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах по пояс, и смущённо спрашивает, и что во всём этом ещё на лошадь прыгать надо? Наши сейчас везде. На горных курортах в Австрии, на пляжах в Анталии, в круизе у берегов Бразилии, на неприступной скале Сейшельских островов, так что видно только с самолёта, огромным буквами было написано, «Гадом буду, не забуду этих островов». Весь мир начал изучать русский язык, хотят наши деньги получать. В Турции только и слышишь «Кожа, кожа, Наташка, заходы». Ну, конечно, не везде ещё знает наш язык, ещё встречаются подобные недостатки. В Германии наши вышли из магазина и возмущались, «Ну, темнота, ну, никто по-нашему не векает, а? Ну, тупые, а?» Действительно, пусть они учат наш язык, потому что мы их язык как в школе не учили, так и не выучили. Пусть они учат, а то знаете, какие недоразумения происходят? Один наш новый русский, такой здоровенный мужик двухметровый, решил в Карловых Варах в бар сходить, разбавить Карловарскую, значит, слабительную пивом чешским. Заходит в бар, там одни немцы сидят. Ну, он у стойки кружку пива взял, пошёл к столику. Пока шёл, сделал один хлебок. У него хлебок как раз полкружки. Он остальные полкружки поставил, пошёл селёдочку искать. Уборщица увидела беспризорные полкружки. Ну, убрала. Мужик возвращается, на его месте уже немец сидит и своё пиво пьёт. Мужик нахмурился. Ты что ли моё пиво взял? А немец такой радостный, говорит, я-я-я. Ну, взял-то ты, оплатил-то я. А этот опять я-я-я. А в глаз кто хочет получить? Это был и последний мой я-я-я. Остальное он уже всё видел с пола одним глазом. Мы, и они, конечно, разные. Мы никогда не сможем понять, как это французы едят лягушек. У меня одни наш новорусский расскажут. Ну, это вообще, я тебе скажу это. Пу-я-я. Мы с корешем зашли в каком-то ехнем Париже, в какой-то дорогой вонючий ресторан. Ну, решили подкультурных скосить, заказали эту жабу. Заказали бутылку водки для храбрости. Выпили её всю. Заказали ещё одну. Выпили её всю. Я говорю, Федь, давай это, начинай. Она на тебя смотрит. Хватай её за жабры. Представь себе, что ты цапля. Он говорит... Не могу, Ква-Ква. Я говорю, надо, Федя говорю. Надо, надо. Французы говорят, что лягушки по вкусу напоминают цыплят. Он говорит, а нельзя нам заказать цыплёнка? И хрен с ним. Пусть он напоминает лягушку. Я думаю, что нас узнают прежде всего не по акценту, не по языку, не по одежде. Наши, слава богу, одеты сейчас не хуже, чем они. Я думаю, что, наверное, по манере, что ли, или что-то в своём облике у нас есть. Но имеем право, имеем право, как яркая нация. Один новый русский, другой, мне рассказывал, вот тебя этот вопрос интересует, я объясню. Сижу в Германии, в ресторане, пью кофе, никого не трогаю. Подходит официант, говорит, вы русский. Я говорю, как догадался? Он говорит, вы русский, когда кофе пьёте, ложечку из чашечки не вынимаете, глаз прищуриваете, чтобы ложечка в глаз не попала. Ладно, учтём, нет базара. Позвал кореша, культурный человек, два срока отмотал. Предупредил, ложечку вынь. Понял? Понял, он сметливый, всё, атаки сделал, сидит, пьёт. Эта гнида подходит. Вы русский. Я из засады. Как догадался? Он ложечку вынул. Ложечку вынул, а глаз всё равно прищуриваю. Чтоб ложечка в глаз не попала. Ладно, учтём, позвал профессора, предупредил, ложечку вынь, глаз не прищуривай. Понял, профессор? Понял, сидит, всё, атаки сделал. Этот опять. Вы русский. Я из засады. Как догадался? Он же глаз не прищуривал и ложечку вынул. Ложечку вынул и в карман положил. Ну, конечно, надо признаться нам с вами. Кое-кто у нас ещё ворует. Кое-кто. Практически все, конечно. Мы не будем перебарщивать. Человек 300-то у нас не ворует. Они не могут, они в тюрьме сидят. Но всё равно, всё равно. Не нужно думать, что мы хуже. Да, у нас быт отстаёт. Пока. А вот в смысле культуры... Нет, конечно, бывает, мы держим нож в левой руке, бифштекс правой. Перевешивать даже неудобно. Но всё равно, если за границей вы зайдёте в ресторан, и там сидит шумная компания, и все не смеются, а ржут, то это не русские, а немцы. Если человек в ботинках кладёт ноги на стул или на стол, это не русские, это американец. Если идёт с дамой и на ходу чешет всё, что ему попадается под руки, это не русские, а араб. Если писает прямо на улице, потом ложится на газон отдыхать, это не русский, а индус. А вот если ничего не понимает и каждый раз по сто раз переспрашивает на чудовищном английском языке, вот это точно японец. Мы, конечно же, научимся и как вести себя и манером, и языком. Как, собственно, и было в начале века. Дети за нас это сделают. По пять языков тогда знали и не считали это чудом. Конечно, в этом разговоре нужно заметить, что сегодня далеко не все могут позволить себе поехать за границу. Но я уверен, пройдёт лето так пять-семь. Наладится жизнь. Очень многие смогут. И поедем в мир посмотреть. Долго в заперти жили. До того самого 13-го года наша страна была самой путешествующей в мире. И как бы ни относились вот к этому вопросу, я, например, испытываю, как говорили в недавние времена, чувство глубокого удовлетворения от того, что наши люди, пусть новые, но русские, заставили весь мир относиться к себе с уважением. Мы сейчас за границей фотоаппараты «Зенит» с водкой не продаём. Матрёшек с кипятильниками не обмениваем. Помните, 30 рублей нам меняли на всю поездку. Что можно было сделать с этими деньгами? Я помню, в Париже стоял, пересчитывал эту несчастную свою мелочь, стою на улице, смотрю, передо мной чёрный нищец стоит с протянутой рукой. А у него в руке, смотрю, денег больше, чем у меня за всю поездку. Кто кому подавать должен был? А сейчас этот новый русский туда с деньгами едет, а это их иностранцев более всего убеждает. Или, как сказал поэт, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОСТОР ИНТРИН